Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 августа 2017 года, вторник, по одному из старинных, 19 день месяца завершения, лето 7525-го, третийник. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Казачий спас о природе человека и содержании мира». Вот такая интересная тема. Автор-сказитель Сергей Демин. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Алексей! Здравия всем! Сразу отмечу, что эфир у нас выходит раньше, чем обычно по московскому времени в 18 часов 30 минут. Мы хотели еще раньше начать, но вот жалились над теми, кто все-таки с работы едет по московскому времени. Не все к 6 часам успевали по Москве, то есть к 18.00, поэтому на полчасика мы тормознули эфир, перенесли. Но это говорит о том, что, друзья мои, читайте внимательно объявления, в них написано, когда выходят эфиры, чтобы не получилось так, что вы пришли, а эфир уже заканчивается. Ну вот такое вступление. Теперь давай уже микрофоны передаю тебе, и мы начнем с тобой разбирать заявленную тему «Казачий спас о природе человека и содержании мира». Прошу. Благодарю, Алексей. Ну, я, как всегда, неспешно буду приступать к рассмотрению этой темы, поскольку спасе не принято торопиться. На той передаче мы прошли недалеко совсем такой маленькой тропочкой по спасу. Сегодня я попробую выйти, может быть, даже на столбовую дорогу посмотреть на спас более широким взглядом, потому что мы будем говорить о природе человека, а человек стоит в самом центре спаса, и через человека спас рассматривает всё, всё, что есть. А поскольку человек является как раз составом того, всё, что есть, и он сливается в этом со спасом, то природу человека мы сегодня будем рассматривать через, скажем так, определённые традиционные взгляды, которые далеки от понимания современных людей, потому что современному человеку сегодня требуется всё разложить по полочкам и в рот положить. А спас — это такая хитрая казачья наука, в которой не так всё просто и в то же время совсем всё просто, потому что брать спас логикой бессмысленно и, наверное, неправильно. Ибо в нём нет никакой логики, потому что спас живёт сердцем, а в сердце нет логики. В сердце есть прозрение и чувствование того, как мир отражается в твоём сердце, и что он тебе в этот момент говорит. А поскольку я стараюсь жить по традиционным усмотрениям, по традиционным взглядам, я и хотел бы провести это повествование через тот язык, который в какой-то степени сегодня ещё остался. Потому что в этих понятиях, в этих образах заложено то, как чуяли наши предки, как они внимали этому миру, как они рассматривали его глубоко и внимательно через своё сердце, через душу, через сознание, через ощущения, в целом через все составы человека. Ну а поскольку нам торопиться некуда, потому что беседа наша только началась, то мы и покатимся с катертью-горошком по поляночке, которая выведет нас на тропочку, а эта трубочка выведет на столбовую дорогу к Спасу. Почему мы покатимся? Покатимся по категорошкам с катертью-дорогой, потому что человек в нашей традиции рассматривался по-разному. Ну, например, где-то в народе считали, что человек — это могучий дуб, на который прилетают девять волшебных птиц-алтоностов. А в другой традиции рассматривали человека как божественное стебло, которое покрыто толстыми шкурами или толстой корой, защищающий это стебло от ран душевных, сердечных, телесных. Третьей традицией говорилось о том, что человек, вот к этой традиции, например, я ближе, человек похож на стручок гороха, в котором есть девять горошин. Раскрывая эти горошины, ты начинаешь соединяться с полями, лесами, а эти горошинки катятся из твоего сердца и обратно, для того, чтобы найти взаимодействие и взаимосвязь с этим миром. Человек — это стручок. В стручке девять горошин. Девять горошин — это исты или чары, или чакры. Об этом мы будем говорить позднее. А приходит он из царства, в котором правит царь Горох. Царь Горох — это символ Перуна. Приходит он из правии, и приходит он по ростку, с которого он может как опуститься в мир явный, так и из мира явного, попасть опять на небо через семь небес, к себе в гороховое царство. А свои попытки рассмотреть меру понимания спаса через то, как я его ощущаю и чувствую, я в своё время начал выписывать из себя некие размышления по поводу различных житейских тем через взгляд спаса. И эти свои размышления я назвал горошинами спаса. Вот в этих горошинах заложено моё понимание, понимание того, как человек должен соотносить себя с миром, и как мир, входя в человека, должен расправлять крылья его души, освещать его сердце и возвышать его дух. А горошины, почему я выбрал именно такое название, и почему сегодня я вам предлагаю идти через горох? Потому что горох, так же, как и зерновые, и бобовые, фасоль, например, жито, горох являются символами зарождения жизни и обновления жизни. Вот именно так рассматривали смысл и содержание человека в этом мире наши предки, в котором жизнь зарождается, продолжается, и через это продолжение жизни она потом обновляется в детках и в потомках. Поэтому я начал выкатывать из себя эти горошины и размещать их на своей страничке ВКонтакте. Конечно, я не предполагал, что потом они докатятся к кому-то ещё, и, видимо, распробовав их, кто-то почувствует их вкус и захочет сварить из этого гороховую кашу. Я для себя эту гороховую кашу сварил, съел её, она мне понравилась, и сейчас я варю новый казан с этой кашей. Если первый котелок у меня был с житейскими горошинами, которые через призму спас, и я рассматриваю житейские какие-то направления и темы, то в этой каше, эту кашу я варю из горошин, которые рассказывают о воинских темах. Поскольку я более 25 лет занимаюсь рукопашным боем, казачьим боем, пластунским боем и так далее. В общем, воинскими практиками, то у меня, как я посчитал, накопилось достаточно много опыта или наблюдений, или воззрений на какие-то проявления в том, как сегодня люди возвышают свой воинский дух через современные практики воинских навыков и умений. Ну вот, покатимся дальше. Для того, чтобы рассматривать природу человека, нужно его соединить со всемирием, потому что наши предки считали, что всё в нас, а мы во всём. Всё едино, и мы едины. Поэтому всё едино и неделимо. И когда нас спрашивали, верите вы в Бога, то мы говорили, мы не верим в Бога, потому что в Него нельзя верить. Бог есть в нас, а мы есть в Боге. Поэтому мы не верим, а живём в сердце со своим Отцом Небесным. Вот так мы и старались из поколения в поколение и соотносить себя и свою роль, и своё значение в этом мире, приходя сюда для того, чтобы через померки или помятость, как у нас говорят, мира, выравнивать свою душу, напитывать её силой жизни и делать её облой или полной. Вот когда душа у нас в полноте пребывает, тогда она радость ощущений раскрывает, говорили у нас. А эта радость ощущений находится в нашем постоянном состоянии приятия всего, что есть. Я всё время об этом говорю на своих выступлениях, семинарах, лекциях, встречах, что зарод или зерно наше, жито, оно начинает колоситься всходами только тогда, когда мы принимаем этот мир таким, какой он есть. Потому что если мы его не принимаем таким, каким он есть, то мы зерно либо бросаем неглубоко, либо бросаем его не в то время, в которое оно должно взойти, либо в землю невспаханную, либо ещё в холодную, не талую от снега. Одним словом, мы бросаем зерно своей жизни не в то время и не в том месте, чтобы потом прорасти колосьями и через эти колосья отдать миру то, что мы от него взяли за это время, пока росли. Эти горошины Спаса ведут нас к разговору о том, что, соединяя себя со всемирием, человек видел себя как некий пузырь. Наши предки считали, например, нашу Вселенную вселенским поселенным пузырём. Были такие байки о том, как корова Зимун, которая бежала навстречу батюшке Отцу Небесному, разлила своё молоко по небу, и отсюда появился млечный или млачный, или молочный путь. Так вот, в наших повестованиях говорилось о том, что мы живём и двигаемся по молочной реке. А эта молочная река обрамлена кисельными берегами. В традиции Спаса молочная река обозначает силу жизни, а её кисельные берега — это тело, в которое она постоянно вливается, из него выливается, таким образом его постоянно наполняет и из него же опять отторгается, как вечно постоянная обновляющаяся жизнь. Молочная река Млечного Пути ведёт нас к звёздам, к тем небесам, в которых существует наши меры. есть луга, на которых разлито молоко. Эта луга прали. И на этих молочных, заливных лугах, где разлито молоко, цветут прекрасные, сказочные цветы. Благорухает сказочная жизнь. И вот если мы здесь дышим воздухом, то там предки наши, которые посещают эти миры, они дышат радостью, сознанием постижения света истины и вот этой живой силой жизни, которая там останавливает времена. Мы здесь пребываем в этом мире и окунаемся в эту молочную реку через время. И это время несёт нас по реке от одного пристанища до другого, от одного селища до другого. И таким образом эта молочная река, окуная на свою молочную пену, всё время обновляет. Помните сказку Ершова про конька-горбунка и царевича, который прыгнул в котёл с молоком? Это вот отголоски того понимания жизни как молока, как питательного напитка, который облагораживает и освещает все составы человека. Ибо это молочный, сказочный продукт, как сегодня говорят, потому что он пришёл с небес, он пришёл как послание наших предков. Ещё у нас традиции говорили о том, что человек, который живёт сердцем и подчиняется Валиниям Души, он живёт в соединении с тремя шарами или тремя мирами. Первый мир — это Я. Этот Я соединяется с общиной, с теми людьми, которые меня окружают. Это второй шар или это второй мир. И третий большой шар или мир или пузырь — это вселенский пузырь. Это то всемирие, которое вкладывается в общину, община вкладывается в меня, а я вкладываюсь во всё, что есть в этом мире и во всех остальных мирах. Поэтому мы не могли разъединять себя с этой жизнью, ибо жили в природе и видели на примере законов жизни, как всё соединено, слеплено и находятся в ладу и согласии друг с другом. Поэтому человек рассматривался в нашей традиции как собирание в душе сил для того, чтобы отладить её для любви к этому миру. И когда человек отлаживал её, и для этого существовали в народе у нас и ладки, и правки, которые через телеса, через тель нашу, являющихся тленным, прахом, праховым составом, через тель можно было отлаживать чувства или же побуждения душевные. И тогда мы приходили к пониманию того, что наше тело является храмом. Храмом для посещения нашего духа и нашей души. Но об этом у нас разговор ещё впереди. А пока мы вернёмся к горошинам и рассмотрим нас как стручок гороха, у которого девять горошин. Девять горошин это истуты или чары. они у нас считаются основными, плюс к ним 27 дополнительных или вспомогательных чар, а у нас они назывались чертогами, чертогами, которые ходят звёздным, которые водят береги незвёздным хороводом и охраняют нас от всяких кузней, напастей, бед и несчастья. Так вот, у нас существовало свои названия этих истот и я могу вам их озвучить. Ну, а если мы берём нижние там традиционные исток, зарод, ярло, горло и так далее, то вот первые три у нас это дарь, жижа и жизнь. они отвечают за формирование в человеке телес или за его животную душу. Поэтому человек, который формировался в этих трёх истотах, он назывался у нас жильем или жильцом. поэтому часто мы говорили, когда человек приходил на белый свет в момент рождения, по витухе говорили, он не жилец на белом свете. Определяли это по разным признакам, но главным был признак того, хотел человек принимать этот мир или не хотел. Мы это называли «хотькой» или «охотой», которая является тем внутренним сердцем, что позволяет человеку проходить по жизни с охотой, с желанием, с деятельностью что-то сотворять. Он может это сотворять для разрушения, он может сотворять это для созидания, но эта охота должна изначально жить в теле человека. Сегодня, к сожалению, многие утрачивают эту охоту, и когда я, например, проезжаю в большие города, я вижу людей с каменными лицами, с мутным взглядом, с постоянно озабоченным взором на то, что же им такое сегодня сделать. охота приводила человека к пониманию, что его жизнь началась. И эта жизнь продолжалась потом через формирование следующих истот или чар. Они назывались яскра, палат и жаля. это три средние чары, которые отвечали за душевные составы и за душевное созревание человека. И самые верхние, да, такого человека называли людьем или людиной. хорло, самые верхние три чары, они у нас назывались харло, лоб и рот. И вот только человек, который взращивал в себе и имел зрелыми все девять горошин и назывался в нашем понимании человеком. вот примерно так. Поэтому первые три чары дарь, жижа и жизнь отвечали у нас за тело, вторые три чары яскра, палат и жаля отвечали за душу, и хорло, лоб и рот отвечали у нас за состояние духа. Поэтому мы с вами можем сегодня согласиться с тем, что говорили наши предки, что жизнь человеку дана для того, чтобы созреть. Созреть для того, чтобы налиться плодами и в свое время отдать эти плоды тому, кому они нужны. Но для того, чтобы эти плоды кто-то съел, ты должен напитать их нектаром и соком любви. Только плоды, которые слаще меда, они могут по-настоящему являться даром сердца, когда ты от сердца к сердцу отдаешь то, в чем ты созрел. И вот эти девять горожен, они говорили о созревании души и обрамлении человека в его полные составы. полными составами являлись девять истот. Составы это то, из чего состоит человек. А наша традиция рассматривала человека в двух его ипостатях. Это наружный человек и внутренний человек или внутряная людина, как у нас говорят. Людина, не человек. Потом объясню, почему не человек. Итак, внешний состав это, как правило, то, что заботит и забавляет наше тело. Это три первые чары, с помощью которых человек живет, растет, кормится, спит, ест, справляет нужду, совокупляется. Вот это круг тех интересов, которые и заботят этого человека в жизни. Такого человека в нашем понимании называли просто телью или тлом или тленью. То есть то, что тлит, расклевает себя и соклевает или тлеет, когда его закапывают в землю. Это тло. А дальше у нас по мере созревания возникал человек, который прорастал уже изнутри и уже становился внутренним человеком, потому что в сферу его забот включались его чувствования, ощущения, состояния, скорби, радости, печали, тревоги. Одним словом, все, что сопутствует уже этому телу, но в состояниях душевных потребностей или общих потребностей человека. И вот здесь мы выходили уже на понимание состава души и того, как эта душа в человеке, внутри человека располагалась и занимала те или иные места. Вообще внутри человека есть очень много пустоты, которую заполняют невещественные и вещественные составы мира. Одни составы заполняют пустоту человека через сознание. Они протекают через ум, впитываются в разум, проходят через мышление и оседают так или иначе в том образном составе через образы, которые наполняют человеческую память. А были пустоты, которые наполнялись через отражение сердца, когда сердце воспламеняли, чувства возжигали, и человек становился наполненным силой жизни в понимании истинного значения своего предназначения и своей роли в этом мире. Это устройство, как и все, что создано по закону триглава, который очень глубоко и внимательно рассматривает в нашей традиции, это устройство состояло опять-таки из трех пузырей или трех шаров. внутренних шаров. Они похожи на снеговика. Эти внутренние шары определяли свойства души в ее разделении на разные ее составы и качества. Например, в нижней части человека живет душа жива. Это животная душа. Она символизирует темную над человеком. Эта животная душа имеет свое царство. В нашей традиции такое царство называли дольным или нижним, где долы находятся. Дольное царство нижнее в природе человека, потому что пока человек не поднимется выше этого царства, он находится на стадии животного. Это такой биологический животный разумный полузверь, получеловек. И именно здесь в этой животной душе живет звериное начало человека. Но животная душа отвечает за жизнь, за деторождение, за сексуальную силу, за силу жизни, за охоту. И поэтому животная душа является началом всех началов. Животная душа открывает нам следующее царство. Это царство чувственной души. Там, где живет сестрица смага. Смага отличает у нас за явное, за то, что является сегодня об этом мире. и царство называлось утреннее. Утреннее или среднее, потому что там живет середка, сердка или наше сердце, середина. Эта середина как раз и является сердцевиной нашего шара, который соединяется с шаром всемирия. И через свое сердце мы можем постигать другие миры, другие вселенные, путешествовать, находить там каких-то жителей и участников этих миров. что и делали казаки характерники, когда пробуждали свое сердце, раскрывали его силам мира, впитывали эти силы мира и сами становились магами, людьми, которые могли сами сотворять новые миры. А дальше с мага переходила верхнюю часть души, которая называлась горним царством. В горнем царстве живет у нас душа тяма. Тяма отвечает у нас за разумность, за рассудочность или за рассудительность. Поэтому пока человек не обладает такими качествами, у нас в народе говорили, что тямы у него не хватает. Но еще эту часть души называли главой или мудростью, которая должна занять свой трон вместо глупости. А главой ее называли, потому что она должна быть главной. И до нас докатились еще отголоски, когда говорили о глупом человеке или о неказистом человеке говорили как о человеке, у которого нет царя в голове. Царь в голове — это умудренность, это мудрость, которая открывает нам понимание всего, что есть в том изначальном истинном пребывании значений, в котором оно разлито в этих мирах. мы обходим наш ум и через разум и сердце соединяем себя с истинными силами мира. Эти качества очень часто использовали казаки-характерники, когда уходили на межу, разделявшую на и я, и там сотворяли различные чудеса. В Нижнем Царстве у нас правит царица страхов и боли. И пока мы не изгоним эти страхи и боли, то наша сестрица жива будет всего лишь падчерицей, но незаконной хозяйкой. Поэтому нам необходимо было избавлять себя от этого через различные практики и упражнения, а также обрядовые действия, обучения, посвящения и передачу напрямую знаний от наставника к восприемнику. Среднее царство занимает царица обида или печаль. Это среднее царство является клеткой для нашей души до тех пор, пока мы не избавимся от печали, обиды и всех других неприятных чувств, чувствований, которые мы накопили в себе за долгие годы нашей жизни. Поэтому, как отголосок, в медицине нашу грудь сегодня называют грудной клеткой, видимо, понимая, что в этой грудной клетке томится наша душа. И пока мы её не выпустим наружу, она иногда может быть золотой, эта клетка, но пока мы не выпустим её наружу и не обретём её крыльям, мы не сможем пройти в горнее царство. Потому что горнее царство — это царство, которое мы должны постигать через ступени света в своём сердце. Ибо, меняя мудрость на глупость, мы окончательно обожествляем свою природу избавляя себя от животного состояния и переходя в состояние человеческое. А все эти царства находятся внутри яйца жизни или человека, которого, как я уже говорил, мы называем селезским пузырём. Вот этот селезский пузырь, он окружает нас толстой корой или толстыми шкурами и защищает нас и от хорошего, и от плохого. Но для того, чтобы нам не потерять ориентир в жизни, мы, как юла, крутимся по усу или по той центральной оси, через которую проходит наша ось приятия. Оно проходит через нашу центральную ось. Центральная ось в нашей традиции называется кабаржина. Это привычный всем позвоночник, на котором крепятся позвонки. Если центральная ось не искривлена, то тогда позвоночник отвечает своему назначению, ибо он звучит, потому что человек сам начинает звучать через струны жизни и исполнять мелодию любви и благодарности к самому себе, к этой жизни и ко всем мирам, в которые он погружается своим сознанием и своим сердцем. О струнах жизни мы поговорим немножечко позднее, а пока хочется сказать еще о том, что в нашей традиции существовало еще и тихое царство. Там, где живет тишина. Это тихое царство мир Бога Творца, мир правя. И это тихое царство по-настоящему является домом для трех сестер, трех составов души, живых магией и тяны, в котором они должны каждый для себя выразить свою собственную охоту к жизни. Поэтому в человеке всегда считалось, что человек выражает себя через живу одним образом, через смагу другим образом, а через тяму третьим образом. И потому, что в человеке было преобладающим, судили о том, насколько созрела его душа. Так к нему и относились. Если он оставался на уровне живы, то тогда его считали неразумным детем и не брали его в серьезные дела. Если же он застрял в царстве с магией, тогда его считали душевным, приятным человеком, брали вовчины, приглашали его на различные обряды, любили, дружили, но при этом не открывали сокровенного. И вот только тот, кто приходил в царство тямы, мог рассчитывать на передачу в полноте знаний, которыми владели предки. вот это тихое царство, его еще называют алмазным царством в других традициях, это тихое царство является как раз той макушкой, маковкой, вершиной, до которой должен дотянуться человек в своей жизни. Вот если он дотянулся до этой маковки, тогда он попадет в царство царя гороха и прорастет девятью горошинами для того, чтобы посеять свой урожай, и этот урожай дал бы благостные и благие плоды, миры, которые в дальнейшем будут только приукрашать миры и нашу жизнь. Но бывает так, что и три, и шесть горошин в стручке могут либо прорасти, либо засохнуть. все зависит от охоты человека и от его ось приятия. Ость это наш ус, с помощью которого мы все мотаем на ус. А мотаем мы с помощью мити, которая придет нам доля или недоля. Это две дочери богини судьбы или богини матуши, которые определяют нашу долю. Наша доля определяется по нашей мере. Если мы эту меру превышаем, то мы впадаем в недолю. А если мы живем по мере, то тогда мы получаем добрую, благую долю. Доля дает нам ту часть ступенек в сердечном созревании, которые как дол, как некая ступа, как платформа, позволяют нам усилить свой собственный дух. Если же мы живем в недоле, то дух наш становится хилым, слабым, и мы теряем охоту к жизни, потому что мы накапливаем груз заблуждений, ошибок и страданий, и переносим, пытаемся перенести этот груз на мир и других людей. И таким образом стараемся расширить ту меру, которой мы еще не готовы. Ну, а поскольку человек и всемирие едины, а человек связан вербью или веревкой с этими тремя мирами, веревка обозначает связь, то все в этой жизни взаимосвязано. Нет ничего случайного и нет ничего проходящего. Поэтому у нас говорилось о том, что человек должен все принимать, и когда он все принимает, он приходит к пониманию. Понимание в нашей традиции это совсем не то, что считают сегодня современные люди. понимание это мое ось приятия через тонкость чувств того устройства мира, которым все изначально прописано Отцом Небесным. Вот когда мы выходим за свои собственные ограничения или границы тех миров или шаров, в которые мы сами себя поместили и сделали для своей души соорудили клетку в своей груди, тогда эта ось приятия начинает расширяться как внутри нашего человека, внутреннего человека, так и наружного нашего человека. И соединяясь в единое коло, в единый шар или в единый этот пузырь, мы становимся цельными людьми. Но об этом разговор дальше. Поскольку мы все время крутимся и катимся по дорожке спаса, и у нас разговор идет вокруг горошин, то я могу также определить составы стихии человека как некое содержание в нем четырех горошин. Эти четыре горошины стихии или стати, как у нас говорили, заполняют человека снизу доверху и сверху донизу и окутывают его, наполняя теми силами, которые разлиты в мире. У нас считалось, что человек имеет четыре такие состава. Почему четыре? Есть еще пятый состав, он у нас называется звездным современным понятием, это стихия эфира, но считалось, что эти стати являются основой держания мира, из которых мир возник, наш явный мир возник из этих статей, и поэтому они четыре являются первоосновами создания нашего мира. Так вот, человеке если рассматривать его по наполнению статями, ноги являются символом земли. Земля у нас соотносилась с преисподней или с нижними мирами. Поэтому в нашей традиции, если мы вбирали в себя бойцов и спас, не принято было биться ногами, потому что нанося удары ногами и используя ноги, ты как бы опускал человека преисподней, в нижние миры. это стихия напитывает человека до живота, с которого начинается другая наша стихия. Это вода. Вода это та среда, которая наполняет нас на 80%. вода отвечает за наш мир. Вода проносит через нас всё, что мы впитываем в этой жизни, что мы запоминаем и что мы отдаём. И её граница заканчивалась на уровне ярла. вот почему моча считается той жизненной силой, а вода содержит у нас и кровь, и мочу, и желудочный сок, и другие какие-то жидкости и составы в человеке. Вода его омывает внутри и снаружи. и наполняет его чистотой. Потому что природа воды в том, чтобы очистить всё, во что она проникает, чего она достает и чего она касается. Поэтому в нашей традиции грудную клетку называли ключами живой и мёртвой водой. А ещё внутреннюю воду внутреннего человека называли мёртвой и живой по тому, насколько он принимал всё, что есть в этом мире или не принимал. Так как говорилось, что человек, который принимает, он сам, он свой, он такой, какой и есть. А тот, который не принимает, он желает себя переделать, других поучить и мир наказать своим невидим в том, что у него тямы ещё не хватает. И он без царя в голове ещё не хозяин себе, и поэтому не получил права делать что-то без соизволения старшего. Ну, а дальше у нас идёт огонь. Огонь – это наше сердце, серёдка. Сердце считается престолом Божьим. И у нас говорилось, что сердце нужно держать открытым, распахнутым навстречу миру и другим людям. Потому что на этот престол в любой момент может прийти наш Отец Небесный и сесть на него по праву для того, чтобы там маленько подсорить. Ну, а если мы будем сердце держать не в чистоте и закрытым, то наш Царь-Батюшка Отец Небесный может и пройти мимо. Поэтому огонь, он имеет очищающую силу, очищающую природу. И нашу душу, наши предки считали огненной. Поэтому у нас существует очень много практик по воспламенению, очищению и открыванию, разверзанию чувств и сердца. Ну, а поскольку мы сказали о том, что человек должен звенеть, и он должен исполнять через самого себя в добрых делах и поступках ту божественную мелодию, которая с благодарностью будет принята миром, то этот звон определялся его токами жизни или струнами жизни. Токи жизни — это то содержание, которое наполняет через живу и через ее более тонкие составы духу, а у духа были еще многие другие ипостаси. Токи жизни наполняют все живое. А в нашей традиции считается, что нет ничего неживого, ибо все послано, пропитано и осияно духом святым, и все имеет свою степень духовности. Только у камня она будет одна, у травинки она будет другая, у дерева третья, а у человека своя, в человече. Вот почему в нашей традиции мы так бережно относились ко всему живому в природе и все считали сознательным и разумным. И ни один здравомыслящий человек не рубил дерево без того, чтобы получить у него благословение, без того, чтобы не упросить его стать для него чем-то в основе. либо частью дома, либо частью врат каких-то, либо частью какой-то постройки. И ни один травник, кудесник и целитель не брал траву без ее разрешения, без разрешения полевиков, цветовиков, степняков, ток. что тогда считалось, что мы не по праву лишаем это живое жизнь. Ну и вот эти токи жизни, они у нас входили, да и входят сейчас днем через грудь, а ночью они входят у нас через спину. И раз уж мы заговорили о токах жизни, то тут нужно говорить о двух потоках или как сейчас говорят двух каналах земном и небесном. Это сила жизни, которую дарит нам жизнь и которую дарит нам небеса. Земной поток идет изнутри, из сердца матушки, из середки ее, из ядра, а небесным идет изнутри сердца Отца нашего небесного, который через посланника Солнышко дарит нам свою любовь. Эти два потока соединяются в человеке и через его чары или через его истоты очаровывают человека силой жизни. Эти два потока левосторонние и правосторонние по салон и около врат пронизывают человека в течение всех век его жизни. И наполняют и питают его силами. Так вот, эти два потока являются, как у нас говорили, державой для человека. Они держат человека на ости между небом и землей, как бы соединяя его таким явным мостом с небесами и землей, напитывая его силами крепости от земли, силами могущества, силами сказочного богатырства, а с другой стороны, отдавая себя всего силам любви, человек осветляет себя и пропитывает себя светом, светом изначальной истины, постигая мудрость через сердце, просветляя её через разум и высвобождая и одухотворяя её через серебристую силу духа. Серебристую, потому что она сверкает, когда человек начинает возвышаться над своими страстями и подниматься от одного царства в другое, она начинает серебриться и извинеть. Так вот, дух этот Божий, который разлит в мире, он также имеет свои струны жизни. Эти струны жизни видятся видящим в виде некой серебристой или золотистой нити, которые плетёт богиня Мару. Она как тонкая паутина, разлита в этом мире, и когда люди очищаются, они приходят в состояние, когда явно видят некие золотистые искры, некие такие серебристые нити. Вот это те самые струны жизни, на которых каждый из нас плавает. Плаваем мы на качелях, а качели эти состоят из двух половин. первая половина это наше приятие всего, что есть, а вторая половина это неприятие. И поэтому качелька всегда может повернуться в ту или иную сторону. И мы всегда говорили, что не нужно восхваляться и задирать свой нос, когда ты считаешь, что ты что-то узнал и постиг. потому что перейти от состояния скотинки животного в состояние скажем так светлости какой-то очень трудно. А вот упасть из света в состояние скотинки и животного совсем просто. Поэтому мы всегда рассматривали жизнь как некое украшение в себе вот этой животины, этой скотины через постоянное усилие, усилие собственной души, работы собственной души. И вот часть этих усилий, которая передается в обрядах через определенные состояния и называется той казачьей наукой, характерной казачьей наукой, в которую приходят уже не всяк человек, даже не всяк разумный, даже не всяк человечный, а тот, который отдает себя в услужение миру для того, чтобы раздать все свои долги и рассчитаться с этим миром за все те заблуждения, ошибки, которые сотворены в других жизнях, в других телах, в других воплощениях, и как бы перекрыть эти свои ошибки сегодняшним обучением и научением правильного понимания того, как нужно жить, что нужно делать, как нужно воспринимать себя, других и этот мир. вот на этих струнах жизни, на этих качельках мы все время и раскачиваемся, и по мере нашего взросления и созревания тело наше увеличивается в размерах, а это значит, что мы наполняемся новыми составами и содержанием. Вот когда мы вырастаем через определенные веки, тогда в нас прорастает крест жизни. Он как раз и состоит из этих девяти горошин. Две горошины, три горошина у нас по горизонтали и остальные по вертикали. И вот это у нас уже проявляется крест жизни. Если же говорить о кресте, то нужно сказать, что наши предки с огромным уважением и любовью относились к этому предмету, потому что он изначально определял первоначало мира. он включал в себя все стихии, все стороны света. У нас в казачестве крест является, равносторонний крест является символом солнца. Ну и много можно говорить о кресте. Существовали разные гадания на кресте и различные правки крестом были также у знахари лечебные обряды с крестом, когда на крест наговаривали, наговоренной водой умывались, ну и так далее, и так далее, там на перекрестках, на Ростыне, как у нас говорили. Да, так вот, этот крест жизни также еще назывался и крестом душевным, потому что на нем крепились царства души. Об этих царствах души мы уже говорили. Но сейчас, если мы опять вернемся туда по категорошкам, то можно объяснить, а как же велось рассмотрение в себе нечистот и каким образом нужно было их из себя извергать. Все начиналось с утреннего царства, со смаги, когда мы должны были избавиться от обид, накопленных в нашей душе, потому что до тех пор, пока мы эти обиды не убирали, мы не могли снять камни душевные, камни душевные это порождение наших обид. Обиды не только разрушают наши телеса, давят на душу, но еще и умаляют наши значения в жизни, потому что через обиду мы не можем правильно принять ту или иную ситуацию и тех людей, которые в этой ситуации участвуют. Обида на сегодняшний день является камнем, тяжелым камнем преткновения для современного человека, который настолько привык обижаться на все и всех, что делает это неосознанно и не воспринимая свое поведение как обиду, потому что во многом обиды вошли в привычки людей и на обидах большая часть из нас строит свои отношения. Ну а там, где живет обида, там же живет и печаль и грусть от невыполненных желаний, от нереализованных каких-то хотений и валений. И здесь наши предки тоже различали вот три разные состава нашей охоты жизни. Желание, хотение и валение. Помните сказочки «По щучьему велению, по моему хотению»? Значит, существует какая-то разница. И она действительно существует. Желание – это первый уровень, который исторгается из животной души и который крепится на наших желаниях. Желание – это нечто спонтанно возникшее только сейчас через наш душевный, но у нас говорили слепой пыл. Сегодня это называется эмоциями. Но это не наше слово. Наше слово пыл. Когда говорили «Ох, как ты вспылил!» или «Ох, как за ним дорога запылилась!» Ну и так далее. так вот эти желания они ведут нас к неразумным поступкам, ибо мы не можем удержать свой пыл, мы не можем в стременах укротить свою охоту жизни и скачем по этим желаниям от одного к другому, не осознавая того, насколько они нам полезны и необходимы. Поэтому у нас всегда говорили «У желаний нет дна», поэтому оно переходит в жаль или в жалость. А там, где нас жалит острием жала, нам не видеть понимания того, где же причина наших желаний. Следующей ступенькой в этом были наши хотения. Хотения это уже более осознанные, более обдуманные, более взвешенные решения и желания, которые ведут нас к постижению наших потребностей, когда мы начинаем жить через чувственную душу и постигаем наши потребности по требе. Требе мы отдавали Богам, восхваляя славе Богу, а вот потребности это то, что нам требуется в жизни как необходимость. Поэтому потребности это некая треба для души, которую мы должны ей отдать и таким образом восполнить ее помятость, выправить ее, сделать ее более облой, округлой. ну и третье качество нашего состава охоты жить это воление. Здесь мы слышим уже такое соединение как вол или воля. это то душевное побуждение, которое человеком осмыслено, которое им размерено и в котором он твердо в правильном выполнении уверен. Вот такие были у нас состояния охоты жить. Эта охота жить рассматривалась более глубоко в различных практиках и упражнениях, в которых эта охота жить и проверялась. По большей части это облекалось в форму неких воинских и общинных посвящений, когда люди переходили из вежи в вежу, когда им давали какие-то общинные имена, потом им давали какие-то свои сокровенные имена. И охота жить всё время разгоралась в человеке через действие или через деятельность. И вот так они друг друга подстёгивали. Охота порождала усилие, а усилие усиливало охоту жить. Поэтому люди жили долго и счастливо. Жили, не тужили и добра наживали, как в сказочках говорится. Да, так вот, вычищая эти самые обиды, мы могли убрать из себя очень многие тонкие слои напластований и на ростах, мешающих нам жить в полноте. В полноте горения, как у нас говорили традиции. И мы всё время себя ущемляем, поскольку мы не можем гореть, мы тлеем. А мы с вами говорили уже о том, что тление присуще нашему первому составу это тело или тло или тель. И таким образом мы замыкаем свою охоту жить только на интересах тела. Сегодня мы это с вами явно видим в нашем мире, как раздувается этот культ тела во всех его ипостасях и проявлениях в нашем явном мире. Далее с утреннего царства мы переходили вдоль него и начинали вычищать страхи и боль. Но это тоже является одним из составов управы, составов человека, мы об этом будем говорить дальше, если сегодня на это хватит времени. Управа это то, что управляет человеком. Так вот, когда нами управляют страхи, которые напитываются болью, а боль порождает в нас эти страхи, и они таким образом друг друга крепят, они начинают нами править. И тогда у нас искривляется ось или кабаржина, центральная ось, или наш позвоночник. А когда он искривляется, то тогда сужается ось приятия наше, влияющее на наше миропонимание и понимание себя в мире, а мир в себе. Вот когда мы начинаем всматриваться в эти страхи и очищать себя от боли, а наши страхи и боль записываются на наших более тонких шарах, о которых мы тоже будем говорить позднее, тогда мы начинаем освещать себя силами души и воспламенять в себе огонь духа. Ибо пока в нас живут страхи и боль, мы закрыты для наших сил души. Ну и у нас говорили, что спас, в отличие от всего остального, начинался там, где открывалось сердце и где мы воспламеняли свой собственный дух. Воспламенение этого духа считалось для казаков, а если говорить о казаках характерников, считалось основой природы характера. и характер это как раз то состояние стержня или ости или уса, который должен был крепить человека во всех его проявлениях и назначениях. Характерник это тот человек, который всё делал характерно, то есть через соединение в своём центре яра или хара потока небесного и земного и укреплённого через свою ость или уз, устремляющегося через свой собственный характерный или охаратный столб к Отцу Небесному как путь в небеса и как дорогу к своей Отчизне. Страх и боль не только сдерживают человека в его развитии, не только искривляют его путь, не только усугубляют тяжесть его судьбы, но и они лишают его здравомыслия, понимания того, а кто же он есть сам. И если он вообще сам или он ещё не сам, он чушь себе, он себя не принял таким, какой он есть, он не впитал любовь мира в себе, а значит, он себя не полюбил, а значит, он ещё не в тех составах, которые в состоянии давать любовь другим людям. Так вот, пока он не сам, или пока он не принял самому себя таким, каким он есть, не стал хозяином себе, он будет находиться в состоянии очути или морока, как у нас говорят. Очути или морок это та плёнка на сознании, которая покрывает это сознание через искривлённые образы. окривятся эти образы, потому что душа наша крива. Мы её не выпрямляем через усилия, окривим через желания и претензии к миру. И вот когда мы начинали выпрямлять эту душу через очищение тела, через очищение сознания, через возжигание своих чувств, через приобретение мудрости и соединение себя в цельность, целомудренность, целокупность, тогда мы начинали расширять свои собственные границы восприятия и свою собственную любовь как самому себе, так и к миру, а значит к другим людям. И тогда можно было говорить о том, что человек любит других как самого себя. ибо невозможно полюбить того, чего в тебе нет. Если в тебе нет этих качеств, ты не можешь эти качества соотнести с чем-то, что ты увидишь и что ты для себя каким-то образом определишь. Сегодняшний человек, к сожалению, живёт не через любовь к самому себе, а значит любовь к другим, а через оценку самого себя и, соответственно, через осуждение других. Он всё время выступает неким судьёй и начинает осуждать людей, которые не соотносятся с его миропониманием, с его ценностями, взглядами на те или иные вопросы жизни. А всё это идёт от того, что человек, ну вот у нас говорили, что человек как горшок, в нём есть и доброе, и злое. Чего в нём больше, зависит от самого человека. Что он будет в себя вливать, то в нём в результате и окажется. Ну вот сегодня мы мир воспринимаем как перетекание добра и зла друг в друге. И вот это состояние воды, состояние текучести, постоянного обновления жизни, мы-то как раз через это неприятие самого себя и нелюбви к самому себе, мы-то как раз его либо не замечаем, либо проходим мимо, либо жаждем большего, чем нам даётся по судьбе и в то время, в том месте, в котором мы сегодня находимся. Состояние неприятия себя ведёт нас к состоянию несправедливости по отношению к нам, а значит мы перестаём чувствовать лад и утрачиваем свою ладность или складность или ну ладно, мы об этом может быть потом поговорим. Утрачивая складность и ладность мы становимся ущербными или убогими, но не убогими, которые убога, а убогими, которые всё время просят подаяния, потому что сами не дают, сами не в силах дать даяние, ну и так далее. Дальше, когда мы уже через усилия приходим к состоянию некого просветления и выгоняем глупость и упрямство из своей тямы, а на её место ставим рассудительность и мудрость, тогда можно было говорить о нашей светимости, о том, что у нас загорается внутри светло. Светло — это огонь, который наши предки называли как огонь первородящий, первородный, добываемый через усилие, через трение. Так вот, всё, что мы добываем через усилие, мы считаем чистым, а всё, что мы имеем сверх меры или берём на халтай, на даром, как у нас говорят на халтай, да, или, как сейчас говорят, на халяву, всё это сверх меры, и это вносит в нас душевную грязь и душевную нечистоту. Вот, когда все три царства мы омываем слезами благодати и восхваления любви к себе, к самому себе и любви к Богу, Отцу Небесному, тогда мы прорастали ступенями в Божье Царство. Этих ступеней было семь. И раньше у нас в традиции это называлось ходьба на небеса. Сегодня ещё есть такое понятие, как седьмое небо. Эти ступени также являются некими этапами отчеловечения в человеке своей животной природы. У нас в Спасе говорилось о том, что человек рождается богообразно, а уйти из этой жизни он должен богоподобным. Для этого ему и даётся, жизнь, чтобы он неспешно, не торопясь, смотря по сторонам, запоминая и обдумывая, рассматривая и понимая, двигался к этому состоянию богоподобия. А какое же может быть состояние богоподобия, если ты всё время спешишь, если ты смотришь на других, если ты недоволен тем, что у тебя есть, если ты всё время заведуешь или осуждаешь, если ты всему даёшь оценку и всё тебе либо нравится, либо не нравится, либо подходит, либо не подходит, либо соответствует, либо не соответствует, то ты в этой спешке пропускаешь самое главное самого у себя. Тебе же некогда туда заглянуть, ты же всё время живёшь изнутри наружу, ты забываешь о своём внутреннем содержании, о своём внутреннем мире, как сегодня говорят, потому что ты нацелен своими желаниями на внешнее или, как сейчас говорят, на материальное. И эти желания закрывают вот той самой мутной плёнкой твоё сознание, которое не может в чистом, ясном ось приятия видеть то, что находится вокруг. А для нашего сознания опять-таки, но это отдельная тема, его нужно рассматривать, существовало понятие такое, мы называли чистое сознание глузды, а помятое сознание понерками или козами, в которых слипаются образы. Вот эти слипшиеся образы и кривят всё время наше миропонимание в сторону жалости к себе и зависти к другим. Потому что жалость и зависть – они две родные сестры. Они друг без друга не живут. И убив жалость в себе, ну, скажем так, не убив, а проводив и уговорив её уже быть смелостью или крепостью, то есть преобразовать её, сотворить из жалости крепость свою, смелость, уверенность в себе, то есть стать уверой в себя, уверовать в себя, тогда ты уже можешь вот это состояние нести через свою жизнь. Ну, а коль тебе нечего нести, то у нас говорили о том, что такой человек он не наполнен, он пустой. И поэтому, ну, о чём с ним говорить? Такого человека у нас ещё считали мертвяком или мёртвым человеком, который утратил охотку, утратил хотение жить и получать от этой жизни по мере в радости и в состоянии приятия самого себя и всего, что его окружает. Ну, давайте катимся, наверное, потихоньку дальше. Или, может, я уже заговорил, может, водички попить. Как это, Ты предлагаешь, так это, мягко намекаешь на музыкальную паузу? Ну, может, там 40-50 минут прошло, я не знаю. Нет, если у тебя есть желание, давай так, если у тебя есть желание дальше продолжать говорить, то давай, чтобы дух не разлагать, то вот будем продолжать, как есть. Если у тебя есть необходимость водички попить, то можно водички попить. Я могу и дальше катиться. Давай, тогда продолжаем. Давай, тогда и дальше покатимся. Субтитры создавал DimaTorzok